Альберт Шпиер. Человек, который не спас Третий Рейх. Новый министр вооружений. Историю военного преступника Третьего Рейха, который так и не получил должного возмездия на Нюрнбергском трибунале, стоит начать не с юности и профессионального становления нациста, а с его непосредственного предшественника и начальника Фридриха Тата. Этот во многом талантливый строитель был для Гитлера настоящей палочкой-выручалочкой. Он сумел в короткие сроки построить знаменитую сеть автобанов, фортификационную линию Зигфриду, военные заводы и железные дороги. И, конечно, создал военно-строительную организацию Тата, ставшую на многие годы символом имперских амбиций Германии. Расчетливый и педантичный министр вооружения и боеприпасов Фридстот после московской катастрофы решил посетить Восточный фронт. Увиденное настолько шокировало высокопоставленного чиновника, что он даже предложил Гитлеру решить вопрос с Советским Союзом исключительно политическими инструментами. То есть, пока не поздно, выступить перед Сталином с инициативой отчуждения Германии о части советской территории и заключения выгодного мирного договора. Но бесноватого фюрера этот вариант не особо устроил, и 8 февраля 1942 года Хайнкл 111 с рейхсминистром на борту потерпел крушение. Фридстот до сих пор официально не признано, что катастрофа была подстроена. Двух основных целей этот инцидент все-таки достиг. Во-первых, устранили еще одного паникера, рассказывающего о том, что Германия экономически уже проиграла войну с СССР. Во-вторых, сделали преемника гораздо сговорчивым. Теперь любые возмущения относительно генерального курса партии были чреваты последствиями. А новым рейхсминистром неожиданно стал личный архитектор Гитлера-технократ и прожженный нацист Альберт Шпеер. Он настолько сумел втереться в доверие к фюреру, что ему был даже торжественно обещан заказ на изготовление посмертного саркофага для нацистского вождя. Шпеер и Гитлер строят планы. В книге Адама Тузацына «Разрушение», посвященной экономической стороне развития и краха Третьего рейха, приводится мысль о Ольберте Шпеер и как о втором Гебельсе в структуре военной промышленности. Собственно, именно с приходом Шпеера в немецких пропагандистских хрониках стали впервые появляться сюжеты о напряженной работе тыла. А 20 мая 1942 года в жизни мастера танкового завода «Алкет» Франца Гане случилась большая радость. Ему был торжественно вручен крест за военные заслуги, хотя ни одного дня до этого он не провел на фронте. Это была часть масштабной инициативы Шпеера по стимулированию боевого духа трудящихся нацистского тыла. Самого результативного работника вооруженной промышленности лично награждал герой Капрал Крон в присутствии Бонс, Геринга. Шпеера, Мельха, шеф Министерства авиации, Кейтеля, Фрома и Лиеба. Кроме этой демонстрации внимания к трудящимся тыла, по всей Германии была вручена тысяча крестов за военные заслуги второй степени. Шпеер преследовал этим цель избежать пораженческих настроений в промышленности Третьего Рейха. По его мнению, именно это было одной из причин гибели Казеровского режима в 1917 году. Ошибок подобного рода он старался не повторять. Можно сказать, что сам рейхсминистр четко осознавал, что выводы его трагически погибшего предшественника Тата относительно состояния Восточного фронта верны. И только титаническое напряжение сил позволит если не избежать краха, то хотя бы его отсрочить, мастера на все руки. Здесь стоит сделать лирическое отступление и коснуться одной из распространенных точек зрения на специфику военной промышленности Третьего Рейха. Главной отличительной чертой в те времена являлась высокая культура производства, базирующаяся на высокой квалификации рабочих и инженеров. При этом многие предприятия в Германии не поднимались выше уровня ремесленных мастерских, в которых отдельный узел изготавливался одним-двумя мастерами от начала и до конца. Это, во-первых, серьезно замедляло процесс производства, а, во-вторых, предъявляло высокие требования к уровню мастерства работников. Многие из них достигали требуемой квалификации только через 5-6 лет работы. Для сравнения, в США поточное производство отличалось распределением операции по сборке между несколькими операторами, которых можно было взять на работу чуть ли не с улицы. Или сравните их с теми, кого нередко приходилось брать в легендарном танкограде на производство вчерашних школьников и женщин, не имеющих особых навыков работы с техникой. А в Германии трудящиеся на оборонных предприятиях работали там поколениями этот класс был истинной белой костью нацистского рейха. Если не брать в расчет бомбардировки англичан и американцев, то важной причиной снижения эффективности производства стал массовый призыв этих самых высококвалифицированных специалистов на фронт во второй половине войны. А, как уже говорилось, заменять на производстве мастеров было неким процесс был настроен на золотые руки. Тем не менее, если верить самому Шперу, к 1943 году ему удалось так модернизировать, оптимизировать и усовершенствовать подконтрольную ему сферу, что производство боеприпасов в сравнении с 1941 годом увеличилось в 6, а артиллерия в 4 раза. А вот с танками сложилось вообще оформленное чудо-раст сразу в 12,5 раза. Только вот не зря Шпер был больше Геббельсом, чем-то там он ни разу не упомянул, что сравнение велось с месяцами 1941 года, отличающимися низкими показателями производства. А также следует учесть рассказы слушателям Берлинского дворца спорта, где он и вещал о собственных успехах, о гигантском потоке оружия и боеприпасов союзников, которая уже обрушилась и еще обрушится на страну. Победу принесет наилучшее оружие. По мнению историка и экономиста Адама Тузан, первоначальные успехи Шпера были связаны прежде всего с инерцией тех преобразований, которые случились еще при Татте. Это была реорганизация и рационализация циклов производства, а также мобилизация всех возможных средств на нужды военной экономики. Часть историков вообще считает, что военная машина Третьего рейха к 1943 году способна была производить только продукцию для армии, флота и ВВС. Экспортировать гражданскую продукцию, то есть налаживать торговые связи, Германия 40-х годов не могла нечего было предложить потенциальным покупателям. Также на руку Шперу сыграло и увеличение количества произведенной техники в ущерб качеству. В заключении Шпеер принялся за мемуары. Не стоит переоценивать и степень влияния рейхсминистра на военную промышленность Германии. Когда Шпеер принял пост от сгинувшего Тата, в его руках было лишь управление материальными поставками для армии, и только в сфере боеприпасов он контролировал Вермахт, Криксмарини и Люфтваффе. Кстати, управление вооружениями Люфтваффе до весны 1944 года вообще никак не было связано с фигурой Альберта Шпера. Ее возглавлял соратник Геринга Ирхарт Мельх, его предшественник на этом посту Эрнстуде тоже плохо кончил застрелился. А это был пирог в 40% всей оружейной промышленности Третьего рейха. Немцы делали большие ставки на эффективность своей боевой авиации. По расчетам, только половина всего роста военной промышленности с февраля 1942 год. По лето 1943 год. Принадлежит ведомством, подконтрольным Альберту Шперу. Продолжение следует.